Славу оставил небо, к нам Иисус пришел. Смертью Своей спасенье нам приобрел. За грешных нас страдал Христос. Нас любя, Он жертву Сам Себя принес. Мы спасены от власть с тьмой. Небо нам открыл страданиями, Христос. Счастливы и свободны мы через Него теперь. В Царство Отца на небе открыта дверь. За грешных нас страдал Христос. Нас любя, Он жертву Сам Себя принес. Небо нам открыл страданиями, Христос. Следуя за Иисуса, небо достигнем мы. Спавшему нас под славу мы вас дадим. За грешных нас страдал Христос. Нас любя, Он жертву Сам Себя принес. Христос, небо нам открыл страданиями, Христос. К небу дверь всем открыта, Друг мой, вошел ли ты? Грешных пока не поздно, Скорей войди. За грешных нас страдал Христос. Нас любя, Он жертву Сам Себя принес. Мы спасены от власть тьмы, Небо нам открыл страданиями, Христос. Стоя высушенький. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогое собрание, вместе скажем славу нашему Господу! Ты все знающий, Отец! Хор пропел прекрасный псалом. И я хочу вместе с вами, чтобы вы открыли вместе от Матфея 9 глава. Будем вместе читать, будем вместе смотреть на экраны и вникать, и думать о том, что, и видеть о том, что Господь хочет сегодня нам говорить через Своё Слово. Матфея 9 глава, первый стих, с первого стиха говорит так. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру, их сказал расслабленному, Дерзай, чадо, прощается тебе грехи твои. При всем, некоторый из книжников сказал, сами в себе он богохульствует. Иисус же, видя помышления, их сказал, Для чего ты мыслишь худое в сердцах ваших? Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, Встань, возьми пустель твою и иди в дом твой. И он взял пустель свою и пошел в дом свой. Слава нашему Господу! Дорогие братья и сестры, двое, два пункта, которые я хочу сегодня, перед тем, как мы будем молиться, перед тем, как мы еще будем читать Слово Божие, перед тем, как мы будем приходить к нашему Господу в этой молитве. Дорогие братья и сестры, давайте вначале задумаемся, как важно сегодня, как важно это, что мы, придя в дом Божий, для чего мы пришли сюда вначале? Услышать, да, мы пришли послушать Слово Божие, мы пришли участвовать в этой вечере, в этом очень важном служении. Дорогие братья и сестры, ну, сколько Господь хочет, чтобы наши сердца, наши мысли, чтобы оно все было на своем месте, чтобы оно было так, как Он этого хочет. Дорогие братья и сестры, сегодня перед нами, перед тем, как будет это служение, перед тем, как мы будем принимать Его тело, Его кровь. Дорогие братья и сестры, сегодня Бог хочет, чтобы мы себя проверяли, и Бог хочет, чтобы мы сегодня себя ставили на свое место, ставили на то место, которое Бог хочет нас видеть. И вот сегодня мы прочитали это Слово, и я, когда читал это место, оно очень меня сильно запало в мое сердце, желание мое сегодня просто его прочитать. Ну, я хочу, чтобы каждый из нас сегодня задумался над этим, и задумался не желание мое, не желание кого-то другого, а какого желания сегодня есть Иисуса Христа для тебя и для меня. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы обратили внимание на этот стих, когда Иисус подошел к этому человеку, и Он сказал, прощается от тебя грехи твои. Дорогие братья и сестры, сразу что-то произошло. Люди там были, разные люди были, и мы видим, что Иисус Христос, уже видя помышления, и сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. И сегодня это так очень легко, нам сразу через какое-то, через что-то, что-то увидя, что-то услыша, мы сразу начинаем думать что-то худое. Я сегодня не хочу, сегодня как бы на кого-то это сказать, или что кто-то в нас такой есть в нашей церкви, дорогие братья и сестры. Сегодня это Слово Божие, оно меня учит, оно должно нас сегодня учить. Ну, это так происходило. Так случилось в то время, когда Иисус ходил по земле, когда Иисус Христос делал эти добрые дела. И Он продолжает их сегодня делать, как мы уже слышали, что Он тот самый Бог, Он любит, и Он заботится о нас. Ну, это происходит, и люди начинают, и мы начинаем иногда пускать всякие мысли, всякие слова выходят из наших уст, и мы начинаем то говорить, или что-то другое мыслить, когда что-то Бог хочет хорошее сделать, или что-то Он хочет производить в нашей церкви. Дорогие братья и сестры, сегодня, хочу, чтобы мы обратили внимание, не пришел этот человек, он не мог прийти к Иисусу, Его принесли. Этот человек сразу не начал спрашивать Иисуса, чтобы Он простил Его, чтобы Он что-то сделал для Него. Иисус сразу говорит эти слова, грехи Твои прощаются. И вот сразу эти мысли, сразу эти люди, которые начались, эти люди, которые начали своих мышлях замысливать. И не это важно, дорогие братья и сестры, хочу, чтобы мы обратили внимание на силу и могущество нашего Господа Иисуса Христа. Он, видя это все, Он, понимая все, Он знал, что да, этот человек, Он был принесен, и сегодня можно всяких разных видов этого мы можем видеть в наше время, когда, может, родители что-то стараются, родители приводят, родители всеми своими силами делают, чтобы пришли их дети, или чтобы было это хорошо в их жизни. Дорогие братья и сестры, мы начинаем мыслить, мы начинаем говорить, но как важно сегодня нам понимать, и сегодня, чтобы это подбодряло меня и тебя, дорогие братья и сестра. Не то, что мыслят люди, не то, что говорят люди, сегодня стоит слово за Иисусом, Христом, за что слава нашему Господу. Иисус Христос, Он в этом, в этом месте, Он говорит, Он обращает внимание, и Он говорит этим людям, которые замысливают, люди, которые думают. Он говорит, что, я хочу это опять сказать, прочитать, 6 стих, но чтобы вы знали, что человек человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою, иди в дом твой, слава нашему Господу, еще раз и еще раз, дорогие братья и сестры, перед нами будет молитва. Мы будем еще читать Слово Божие, я хочу еще обратить внимание на Исаия, и проразмышлять чуть-чуть, но главное, то, что хочу сказать, перед нами молитва. И сегодня, как важно понять, дорогие братья и сестры, что сегодня Господь хочет, я не знаю, пастор не знает, никто из диаконов не знает твои мысли, не знает твои чувства, не знает твое состояние, с которым ты пришел на это место, но его знает Иисус Христос, и Он хочет тебя сейчас в этой молитве, которая будет перед нами, Он хочет, чтобы ты пришел перед Ним, таковой, как ты есть, Он знает, что ты мыслишь, что ты думаешь, как ты, с какими чувствами ты пришел на это место, пришел ли ты сегодня просто показаться, пришел ли ты сегодня в истину принять Его тело и кровь Его святую, чтобы принять эту силу. И, дорогие братья и сестры, может, ты сейчас смотришь по экрану, Господь знает тебя, и Он видит там, где ты есть, Он может, Он исцеляющий Бог, и Он прощающий Бог, слава нашему Господу. И пусть это остается в наших мыслях, пусть это остается в наших сердцах, пусть мы понимаем, что наш Господь, Он все знающий, Он все видящий. Исаии, 53 глава с 3 стиха. Я хочу, чтобы мы прочитали, и мы будем идти к молитве, дорогие братья и сестры, понимая, что наш Господь, Он великий, Он чудный, и пусть эта молитва, она не будет простая, пусть она не будет, мы не пришли, чтобы мы не пришли опять, дорогие братья и сестры, Бог хочет слышать наши моления, Он хочет знать, Он хочет, Он это добрый Отец. И мы пришли сюда сегодня, пусть, ага, мы возьмем эту десапортурию, мы возьмем эту, эту возможность, которую Бог даровал, даровал тебе и мне, где ты бы не находился, здесь или дома, пусть Господь даст тебе эти слова, и мы вразумеем, читая это слово, опять понять свое состояние, опять посмотреть в самих себя, потому что Висайя говорит так, третий стих, Он был презрен и умолен пред людьми, мы скорби и изведочные болезни, и мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы не вот что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес на наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он извязан был за грехи наши и мучен за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, собратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истазуем был, но страдал добровольно и не открывал у своих, как овца, ведьм был он на заклане, и как агнец предстригущий его безгласен. Так Он не отверзал у своих. Дорогие братья и сестры, все мы блуждали, как овцы, все мы нуждаемся в нашем Господе. Дорогие братья и сестры, как важно сегодня нам понимать это, как нуждаемся ты и я. Иногда легко это видеть кому-то другому, как легко это видеть на кому-то другому, как легко это сказать, сказать вот этому человеку бы это Слово, или как легко бы сказать вот этому человеку нужно сделать так или так. Но, дорогие братья и сестры, Слово Божие говорит, что мы все, мы все нуждаемся, мы все нуждаемся в нашем Господе. И когда мы это понимаем, когда мы разумеем то, что мы есть, мы есть люди, мы есть люди, и приходят нам всякие искушения, всякие разные мысли. И в этой молитве, дорогие братья и сестры, да поможет нам Господь исправить себя, попросить Его помощи, попросить, потому что Он дает, Он посылает, Он для этого пришел на эту землю. Он не просто так пришел, чтобы умереть, чтобы какое-то имя себе сделать. Он это сделал для тебя и для меня из-за любови к тебе ко мне. Слава нашему Господу. И в этой молитве пусть мы поймем, пусть мы пойдем при лицо Его Святой и отдадим Ему. Может, есть эти мысли, может, есть эти чувства, может, есть это неправда, или есть это болезнь. Он пришел взять, Он пришел сделать, и Он силен сегодня это сделать. Слава нашему Господу. Станем на наши колени и будем молиться. Аминь. Аллилуйя, Father God, I bless your name. Jesus, I glorify you, Holy Name, Father, for who you are and what you've done, my Lord, God, hallelujah, I praise you, God, for you are holy, God, hallelujah, for you are amazing, God, and there is love like you. Jesus, hallelujah, I bless your name, God, I glorify you, for you are good, God, hallelujah, and there is no like you. Jesus, слава тебе, hallelujah, хвала тебе, честь тебе, поклонение тебе, я благодарю тебя, Иисус, что ты даешь нам, Господь, силу, что ты даешь нам, Господь, Господь, hallelujah, желание, Господь, приходить при лицо Твое Святое, Господи, каждый, который пришел сюда, Господь, ты знаешь, Господь, hallelujah, кто и с чем пришел, hallelujah, ты знаешь, Господь, кто и с чем, Господь, прислал при лицо Твое Святое, Господь, я благодарю тебя за слово Твое Святое, которое сильное сегодня, которое может сегодня, Господь, и которое дает силу, которое дает, Господь, hallelujah, исцеление, дает, Господь, hallelujah, и прощение. Слава Тебе, Господь, что Твоё имя. Аллилуйя. Мы сегодня можем, Господь, идти. Мы сегодня можем двигаться. Мы сегодня можем, Господь, Аллилуйя, и существовать. Слава Тебя, Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала Тебя. Аллилуйя. Честь Тебя. Аллилуйя. Поклонение Тебе, Иисус, за этот прекрасный день, который Ты даровал нам, Господь. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, что Господь ещё есть. Аллилуйя. Есть сила в крови Твоей, Святой, есть сила, Господи, в имени Твоем, святого, жмала Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя, и пусть, Господь, Аллилуйя, наши сердца, пусть, Господь, Аллилуйя, наши, Господь, Аллилуйя, мысли, наши, чувства, все, Господь, все внутреннее нас наше славит, имя Твое Святое, Аллилуйя, я славлю Тебя, Аллилуйя, я благодарю Тебя, Аллилуйя, я славлю Тебя, Иисус, Аллилуйя, мы прославляем имя Твое, Аллилуйя, за Твою любовь, Господь, за Твою милость, Аллилуйя, Аллилуйя, честь Тебе, Аллилуйя, Father God, we thank You, Jesus, we praise You, God, for Your love and Your mercy and Your grace, O God, that You show us every single day, O God. Аллилуйя, хвала Тебе, Иисус. Аллилуйя, хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе, Господь, наш Бог, за этот прекрасный день, Иисус. Что мы видя, Господь, придя в Дом Твой, мы видя, Господь, это святое место, Господь, придя на это святое место, видя то, что приготовлено было руками братьев наших, Господь. Иисус Христос, но мы знаем, что, Господь, что Польша закрыта в этих, Господи, в этих чашках, в этих чашках, в этих, в этом, Господь, хлебе. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что, Господь, Ты остался тот самый, что Ты имеешь эту власть прощать сегодня, Ты имеешь власть сегодня, Господь, и исцелять, и делать, Господь, все, что невозможно человеку. Слава Тебе, хвала Тебе, Иисус. И я благодарю Тебя, Господь. Иногда, когда мы, может, Господь, не находим в себе слов, не находим, Господь, может, в себе сил, может, просить помощи, Господи, или оказать это другим, Господь, я благодарю Тебя, что Ты видишь каждое сердце, Ты знаешь каждую душу. Господь, Ты знаешь каждую проблему, каждое переживание, Ты видишь каждую молитву, которая возносится Тебе. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь. И я благодарю Тебя, Господь, что, когда, может, люди смотрят по-другому, люди говорят по-другому, Господь, Ты смотришь, Господь, по Твоему. Слава Тебе, Господь. И Ты видишь, Господь, нас. Господи, Ты любишь нас. И Ты прощаешь, и Ты исцеляешь. Хвала Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою любовь, которую Ты оказываешь, Господь, что Ты не есть, как человек, Господь, как легко сегодня осуждать, как легко сегодня говорить, Господь, ну, как сегодня трудно, Господь, прощать, как трудно сегодня, Господь, если, Господь, делай добро, Господь, помоги народу Твоему, помоги, Господь, братьям и сестрам, находящимся на этом месте, Господь, принимай, Господь, чашу, принимай кровь и тело Твое святое, Господь, становиться, Господь, похожим на Тебя. Господь, помоги, дай нам находить силы, Господь, прощать. Помоги нам находить силы, Господь, любить. Господь, молиться, Господь, когда трудно. Господь, о тех, которые нуждаются в этом, Господь, помоги, Иисус Христос, и дай нам силы, как церковь, стоять. Господь, за правду, Господь, и делать добро, Господь, так, как Ты этого хочешь. Иисус, я благодарю Тебя за Твою пролитую кровь, за нас, Господь. Иисус Христос, имея эту прекрасную возможность, это служение, слышать Господь о силе Твоей, о любви Твоей, которую Ты оказал на кресте за нас. Господь о силе Твоей в крови Твоей, Господь, дай нам, Господь, изменяться, дай нам силы, Господь, идти по этой жизни, Господь, и иметь эту веру, Господь, не бояться, не иметь этого страха, Господь, и любить Тебя, любить, Господь, и не только любить братьев и сестер, любить даже и врагов, Господь, наших, Господь. Помоги, Иисус Христос, в церкви Твоей стоять. Иисус Христос, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за силу Слове Твоем Святом. И помоги, Иисус Христос, еще раз и еще раз любить и славить имя Твое Святое. Благодарим Тебя за это служение. Будь прославен наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущи на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. 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 Слава нашему Господу. Замечает ли Твоя душа, брат и сестра, Его милости? Мы пришли на это место по Его милости. Аминь. Его верность к нам и Он обновил наши силы. Мы пришли в этот дом. Прославим Его за Его милости. Милости Твоей полна Милости Твоей. Милости Твоей полна Милости Твоей полна Милости Твоей. Милости Твоей полна Милости Твоей полна Милости Твоей. Милости Твоей полна 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 Освободил от вины. Ты спас меня, И я, правда, Освободил от вины. Слава Богу! Слава Мастер-Анджи. Слава Мастер-Анджи. Субтитры создавал DimaTorzok Путь последний кристалл Приближался к концу, Капли крови текли По святому лицу Креста Крест изранен он ты На долгову крестнешь О, скажи за тобой Ты страдаешь, Христос Из неба ты упал Выдвиваясь всем сил Мой Христос До тебя По кресту Приквозил Нежный Ласковый взор Мне ответил Любя Эту Сражную Крест Принял Я За себя Милый Друг О, ответ Ты Тебе На вопрос За Кого Пострадал Круткий Агни Христос За Тебя Агни Братя и сестры, слава нашему Богу! Господь позволил нам прийти на это место и поклониться Ему и участвовать в Его теле. Перед тем, как мы будем молиться, я прочитаю, что лежит у меня на сердце, и мы будем молиться. Число 9 глава 13 стих говорит так. «А если кто чист, и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душата из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». Это Слово Божие было к Израилю в Ветхом Завете. Когда это было событие у них, когда проходил ангел-губитель, то это был сильный день. И Бог говорил, дал им постановление, чтобы они праздновали и помнили этот день. И я еще раз прочитаю, Он им дал такое очень строгое слово. «А кто чист, и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душата из народа». Поэтому вы хорошо сделали, что вы пришли в Дом Божий, и вы переживаете, чтобы участвовать в Его теле. 1 Коринфянам 11 глава 26 стих говорит, что «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И Иоанн пишет 6,53. И Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь всего в себе жизни». Кто-то может скажет, «Но Бог сегодня не убивает». Но ты сам себя убиваешь. В Старом Завете тебя нужно было просто по закону, если узнать, истребиться, по Слову Божию. А в Новом Завете, как вы думаете, если ты участвуешь, участвуешь, и ты имеешь жизнь, но если ты не заботишься участвовать, ты умираешь. Ты сам себя убиваешь. Так же самое Бог сказал Адаму и Еве, «Если вы вкусите, вы умрете». А они не умерли, они ходят. Но Бог изгнал их, они умерли. И так бывает с человеком, когда он не заботится, когда он оставляет Бога и начинает жить в плоти, тогда с ним происходят все эти вещи. Музыку начинает слушать, пить, курить, и все остальное происходит в его жизни, когда он не заботится и отходит от Господа. Когда мы говорим о страдании Иисуса Христа, мы часто говорим, что ему было очень тяжело. Правда же? Когда он боролся, Слово Божие, и ангел укреплял его. Кому вообще Господь дает силу? Исайя говорит, 40-29, «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Он дает ему силу. Лука говорит, 22 глава, 43 стих, «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Бывает, когда мы ищем лица Божьего, Бог хочет, чтобы мы употребили какие-то свои силы к Нему. Приложите к Ему все старания. Но я думаю, если я пришел домой, может, не работал, и жена меня так накормила, и у меня полный желудок, и я сел, и мне так тяжело молиться. Как вы думаете, если я не приложил никакое старание, придет сила Божия ко мне? Навряд ли. Но если я понимаю, человек, мало у него времени остается, тяжело, дети, забота, отработал. Но он ищет лица Божьего, у него нужды. И он знает, ему надо вставать даже очень рано. И он говорит, «Господь, дай мне ответ. Приди, Господь». И когда ему уже тяжело, нету сил, но Бог видит его. Бог видит его старания, Бог видит, что он ищет его лица, и таким приходит сила. Слава нашему Богу. И ангел укреплял его. И мы говорим, что гвозди вбивали в него римлян, и его, как можно сказать, в прах хотели с него сделать. Избивали, плевали. И все это было. Но вы знаете, что Иисус, я ни на одну секунду не сомневаюсь, что всего этого он боялся. Я не верю, что он боялся ни гвоздей, ни этих римлянов, ни то, что они его избивали. Сергей, боялся ли ты? Может быть, боялся. Это неприятно, и больно, и понятно. Но почему я это говорю? Потому что Матфеем 10, 31 Иисус так же сам сказал, И не бойтесь убивающего тела, души же немогучих убить. Он говорит, не бойтесь убивающих тела. Сам Сын Божий это говорит. Души же немогучих убить, а более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в геении. Но сегодня многие хотят сказать, не бойся отца. Он отец в твоем небесе, не бойся. Слово Божие говорит, бойся. Бойся грешить. А Сергей, а ты боишься своего отца? Когда он, хотя меня мало наказывали, но есть, очень мало, но если брал он ремень, то у меня приходит страх. Приходит страх, что отец сможет меня наказать. И это нормальный страх. Если ваши дети, ты не имеешь никакого страха к родителям, ну ты вообще, как это? Ты не имеешь ни уважения, ни страха. И если ты не имеешь никакого страха к Богу, ты можешь, ты хочешь вытворять. Ты отец небесный, мы с тобой, да, как говорят, high five, я тебе сяду on your lap. No. Слово Божие говорит, что мы должны, я когда говорю соблюдать эту дистанцию, но это может неправильно я говорю, но мы должны понимать, что он Бог, а мы его творение. И он возлюбил нас, и умер, он за нас. И даже когда Давид или другие люди согрешали пред ним, то Бог строго взыскивал, хотя даже Давид был по сердцу его. Поэтому да поможет нам Господь понимать это, и знать это, и бояться его, не приходить к нему бояться, но бояться то, что я верю, боялся Иисус. Почему было ему тяжело? Потому что, когда он там молился к нему, он всегда был послушный ему. Вот я ничего не делаю без Отца Творящего. Он был во всем ему послушный. И эти грехи мира, вот эта чаша, которая должна была, мы должны были все выпить, он выпил ее за нас. И на кресте он не кричал, как болят эти гвозди, как я побитый, он кричал, «Отец, почему ты оставил меня?» Потому что грехи мира легли на него. Слава нашему Господу за его благодать и его за милость. Я читаю еще один сильный момент, который записан Иоанна 8 глава, 1 стих. Это пример к нам о благодати Божией, потому что благодатью к Ефесянам написано «Вы спасены», и это Божий дар. И когда мы вспоминаем кровь Иисуса Христа, мы должны помнить, что Он умер за нас, когда мы еще были грешники. Иоанна 8 глава, из 1 стиха. И я прочитаю. «И Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставили ее посреди. Сказали Ему, Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Помните, что когда вели книжники и фарисеи эту женщину, они не сделали что-то неправильное. По закону, закон требовал, что они ее споймали, она это знала, и они знали, она должна была умереть. Они не сделали ничего неправильного. Они делали наоборот, то, что Бог сказал делать через Моисея. И когда они ее привели, они хотели сказать, а что Иисус скажет? Он же знает закон. Нужно же исполнять закон Божий. И вот что отвечает им Иисус. Когда же продолжал спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень? И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемой совестью, стали уходить. Один за другими, начиная от старших до последних. И остался один, Иисус и женщина, стоящая посреди. Мы говорили и слышали на разборе слово о совести, которая начала их осуждать. Они подумали, совесть им говорила, где они так же согрешили, где они неправильно поступали. И они думали, если я подниму этот камень и начну кидать, то и я так же достоин этой смерти. Я, может, так же нахожусь, что у меня потерялось дерзновение, кинуть этот камень на нее. И так умно Иисус им сказал, что эта женщина осталась в живых. Но закон должен исполниться. Наказание должно, если Бог, Бог милующий, Он прощает, но Он так же кто? Судья. А суд есть, должен быть судом. Суд это не милость. И что-то должно было случиться из этой жалости. Кто-то должен был заплатить эту цену. И мы знаем, что прошло время, что Иисус Христос пошел на Голгофский крест и там умер за нее. Цена была заплачена. Она не просто так. Отец сказал, я под ковер вот эти все грехи, ты прощена, того я накажу. Но все грехи лягли на Него. И когда Иисус явился с кровью Своей, то она могла быть оправдана. И Он же что ей сказал? Потому что благодать не служит к распутству или грешить. Иисус воскликнул и не видя никого кроме женщины сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи. И Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Иди и впредь не греши. Явлена тебе милость, но не для того, чтобы ты дальше и шел и дальше грешил. Мы знаем, что без силы Духа Святого и рождения свыше эту плоть, она не знает больше ничего, как грешить. И часто мы бывает, когда просим наших близких или друзей, мы так хочем их изменить. Но эта плоть, она кажется, начинает бороться с тобой. Она должна раздражать. Я думаю, у вас было, когда просишь, пойдем на собрание, свои братья, пойдем на собрание, и он начинается как раздражать. Да оставь меня ты. Потому что плоть, она всегда противится. Это тоже, как, это две разницы, плоть и дух. Это дерево, приносящее доброе и дерево, приносящее злой плод. Две большие разницы. Иисус не любит, когда человек колеблется на два колена. Он говорит, избери. Избери или свет, или избери тьму. И бывает, мы, когда просим, понимая, что человек вот в плотской, он даже воюет против тебя. Это одно и то же, что мы хотим с гнилого дерева собрать доблые плоды. Не получается. Но когда он преобразится, он прибежит, скажет, мама, что мне сделать, что мне помочь. Он начнет заботиться. Да поможет нам в этом Господь уразуметь эту тайну Божию и понять. Когда мы еще говорим о Голгофе, о кресте Иисуса Христа, это был дар и благодать для каждого из нас. Чтобы мы имели силу побеждать этот мир через рождение свыше и Духа Святого. Я хочу открыть еще 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. Я хочу здесь нам также сегодня напомнить, что апостол Павел писал в своей жизни. Слово Божие нам говорит о таком состоянии. Давайте вначале прочитаем. Это будет 1 Коринфянам 12 глава 7 стиха 2 Коринфянам 12.7 И чтобы я не превозносился чрезвычайно откровением откровений дано мне жало в плоть ангел сатаны удручает меня чтобы я не превозносился. Трижды я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня но Господь сказал мне довольна для тебя благодати моей ибо сила моя совершается в немощи и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами чтобы обитала во мне сила Христова посему я благодушенствую в немощах в обидах в нуждах в гонениях в притеснениях за Христа ибо когда я немощен тогда я силен апостол Павел здесь нам говорит для того чтобы я не превозносился апостол Павел ты апостол сила Божия на тебе неужели ты превозносишься антихрист он тоже слово Божие он превознесется Луцифр который хотел превознестись и сесть и быть как Бог он хотел быть и слово Божие говорит когда мы на этом идем пути и апостол Павел говорит чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений то Бог что Бог дал мне дано мне жало в плоть ангел сатаны удречать меня чтобы я не превозносился потому что если бы превозносился то благодать Божия бы не действовала трижды он говорит я молился посему я благодушенствую в немощах в обидах и в нуждах и в гонениях откуда приходит сила Божия в немощах в обидах в английском переводе когда мы здесь читаем обидах может так напрашивается сказать как что он обижается что его обижают и английский перевод говорит может как бы более понятный reproaches или insults не то что он обижается или он в обиде но когда люди это insults или reproaches можно сказать поношение поругание вот вы верующие такие вот когда почему сила Божия говорят действовала когда было гонение так же само апостол Павел говорит когда гонение тогда приходила сила тогда приходила сила но сила не приходит если бывает Господь приходит конечно спасает и действует в рядах народа Божия потому что бывает люди говорят да вот и Боже если ты не дашь я не приду если ты меня не сделаешь я не буду тебе или служить и больше уйду ты меня не слышишь поэтому когда были гонения и когда мы читаем так же биографию апостола Павла он говорит что сколько много он претерпел в своей жизни от лжебратьев в гонениях кораблекрушениях часто в постах часто в молитвах сколько с ним случается эти трудности били его поэтому когда они приходят в нашу жизнь мы вообще стараемся не говорить о наших слабостях как я могу сказать о нашей слабости как кто моих немощах кто о мне подумает мы часто любим говорить о том что хорошего мне какой я сильный сколько я долго пробыл на какой-то миссии какой-то и мы говорим о дивных чудных делах божьих но что бы это происходило в жизни апостола Павла он платил цену в своей жизни поэтому когда будут к нам приходить удары в жизни когда нас будут или обзывать или гнать или говорить это то что не любит наша плоть что плоть боится наша давление она боится голода боится денег нету уже боится ситуация накалилась надо бежать куда-то в другой штат что-то надо делать она боится но апостол Павел однажды сказал я охотно буду страдать за Господа Иисуса Христа и он говорит подражайте мне как я Христу я хочу еще возвращаться к Коринфянам 11 главе мы будем читать и мы будем молиться ибо я от самого Господа принял то что я вам передал что Господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал примите едите сие из тела мое за вас ломимое сие творите мое воспоминание так же и чашу после вечери и сказал сия чаша есть новый завет в моей крови сие творите когда только будете пить в мое воспоминание ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу смерть Господню восвящаете доколе он придет посему кто будет сей будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно виновен будет против тела и крови Господней Слово Божие опять проводит черту ты или будешь участвовать достойно или ты будешь участвовать недостойно нема другой стороны или ты живешь в свете или ты живешь в тьме люди которые живут в тьме они как как наверное эти кроты они спрятались им не надо глаза они там живут в этой подземле и когда ты как свет приносишь туда свет он тебя гонит он тебя хочет бить почему когда Иоанн Креститель говорил жене и им говорил ты не имеешь права ее иметь она была в ответе она ненавидела его за то что он приносит ей свет и говорит ей истину как ей нужно делать из-за этого она его убила из-за этого почему гонят многих людей когда человек приносит в этот мир а они ослепли они живут во тьме ибо если кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет себе осуждение себе не рассуждая о теле Господнем не рассуждая о теле Господнем Дух Святой придет совесть твоя она тебе скажет где тебе нужно исправиться где тебе нужно изменить придет Дух Святой нежно тебе подскажет и скажет но если ты ожесточишь свое сердце для тебя только остается суд Оттого многие из вас немощны и больны. Но Бог сегодня... Есть некоторые люди, да, говорят, что вся болезнь, это сатана, нужно гнать. Все вообще, что плохое приходит в мою жизнь, то нужно гнать. Но опять же, на Священном Писании мы видим, многими скорбями надлежит войти. Апостол Павел, который столько проповедовал Слово Божие, я думаю, он сам один сказал, если ты думаешь, что ты будешь всегда как на клаудс ходить, все будет, одна будет сила сходить и живи как коти, он говорит, ты, наверное, я не знаю, какое ты Слово Божие читаешь или слушаешь. И они говорят, если оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываются от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Слава нашему Господу! Братья и сестры, мы встанем к нашей молитве. Мы сейчас будем молиться. Мы сейчас будем благодарить нашего Господа за то, что Он спас нас. За то, что Он нам дает силы Духом Святым побеждать этот мир. И мы не свои. Он говорит, Он нас искупил драгоценную Свою кровью, чтобы мы жили для Него. Помни это. Как тяжело человеку понять это, что я не свой. Мы часто, есть люди, они берут как Бога в партнеры. Бог, я беру тебя в партнеры. Вот у меня такие планы. И я хочу, чтобы ты и все мои эти планы благословил. Вот я хочу выучиться на столько лет. Я хочу там вот тоже жить. Я все хочу. И мы даем Богу такие большие задания. Мы как берем Бога в партнеры. И указываем, что делать. И мы часто забываем, Боже, Ты спас меня. Вот моя жизнь. Она принадлежит Тебе. И раб я ничего не стоящий. Как Ты хочешь меня употребить, чтобы Тебе было самое больше славы. Так. Спасибо.